Бог явился во плоти! Слышим мы сегодня из послания апостола Павла к Тимофею «Великое благочестие тайно! Бог явился во плоти!» Это слова, которые в равной мере относятся и к событию Рождества Христова, который мы недавно праздновали, и к празднику Крещения, который уже начинается со вчерашнего дня, сегодня, так сказать, следующий этап, ну и в полноте это завтрашний день, когда это священное евангельское событие, мы воспоминаем, вспоминаем, как Спаситель наш, когда ему исполнилось 30 лет, пришел на берег Иордана, там, где грешники омывали свои грехи. Он начал свое служение, удивительно, не с храма даже Иерусалимского, не с какой-то площади, где собирается много людей, где его могут услышать, и где более, может быть, почетно появиться Спасителю, Мессии. Он приходит туда, где люди каются в грехах, где Иоанн, креститель его предтеча, призывает, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, изменитесь, станьте лучше, делитесь с неимущими, помогайте бедным, слабым, не обижайте никого. И вот туда приходит Спаситель, погружаясь в эти Иорданские воды. Святые отцы говорят, что эти воды были наполнены человеческими грехами, как змеями. И Спаситель сходит, чтобы сокрушить головы этих змеев, сокрушить их своим смирением, не своей, в первую очередь, божественной сверхъестественной властью, а своим смирением. В этом потрясающее отличие христианского учения, христианской веры от других каких-то религий языческих, где боги, герои, они всегда могущественны, они всегда сходят с гор, с небес и побеждают, показывают свою силу, устрашают земных людей. Спаситель 30 лет до этого, от момента своего Рождества до выхода на Иордан, вообще пребывает в тишине и безвестности. Вот это путь нашего Господа. Это путь терпения, смирения, труда и любви, конечно. Потому что его любовь в том, что он показывает свой собственный пример прежде всего. Пример того, что он приходит к людям, которые отягчены грехом, они нуждаются в поддержке, в очищении, в прощении. Затем он будет приходить, в первую очередь, к слабым, расслабленным, прокаженным, тем, кого, может быть, отвергает этот мир, считает их людьми второго сорта, беседует с язычниками, с самарянами, показывает, что и для них он пришел в этот мир. Я пришел в мир грешников спасти, говорит Господь. И вот этот удивительный праздник, это прежде всего не праздник, конечно, святой воды, как некоторые думают, и уже это стало чем-то привычным. Да, вода освящается, и прежде всего в память о том, что в этот день взрослые люди в древней церкви массово принимали крещение. И действительно, для этого надо было осветить большие какие-то объемы воды или выйти на водоем, на реку, озеро, и там совершалось крещение этих вступивших в церковь. И мы сегодня тоже вспоминаем и наше крещение, потому что потом после этой литургии, которую мы сейчас совершаем, будет совершаться вечерня, читаться множество паремий, ветхозаветных чтений из Библии. И именно в это время в древней церкви в отдельном помещении, в баптистерии, совершалось и освящение воды, и крещение людей, которые готовились. И таким образом мы вспоминаем, что мы тоже ведь крещены, мы тоже погружались в эти воды, кто-то в детстве, в младенчестве, кто-то в более зрелом, взрослом возрасте. И подражаем ли мы нашему Господу, убиваем ли мы в себе вот этих змей гордыни, зависти, тщеславия, похоти, еще какой-то скверной нечистоты, сокрушаем ли их своей христианской жизнью? Или в нас это все как-то причудливо переплетается, приживается, лицемерно и лукаво, то мы христиане, то мы язычники, то мы вообще, может быть, безбожники где-то. И мы должны, конечно, испытывать всегда в такие дни свою совесть, что Спаситель пришел в этот мир, Бог явился во плоти. Святитель Афанасий Великий говорит, чтобы человека приобщить к Божеству, чтобы люди бы стали богами по благодати. И вот происходит ли в нас это? Или только из года в год по привычке мы приходим, черпаем эту воду, крестимся кое-как, живем кое-как, и вера Христова через нас никак не распространяется в этот мир. Поэтому будем стараться по мере сил, будем каяться в том, что мы несовершенны, и просить нашего Господа, чтобы Он дал нам силу, благодать, любовь и веру, правильно идти за Ним в этой земной жизни, свидетельствовать о Нем своими поступками, своей любовью, своим прощением друг к другу. И таким образом идти туда, ради чего Он и пришел, и приготовил нам место в Своем Царстве, как Он говорит, в доме Отца моего обителей много, и я иду приготовить вам место, чтобы там и нам всем быть с Ним и прославлять Его во веки веков. Аминь.